Новое видео выходит каждый день в 20.00 Знаете ли вы, что в последнее время, тем более на фоне последних событий в мире, открывается достаточно много разнообразных GTA-самп серверов? И по моему личному мнению, они все совершают одну и ту же ошибку. Они все лезут в такой жанр, как ролеплей. Ну вот, казалось бы, уже начиная где-то с 2015, возможно, 2016 года, такой жанр, он уже полностью обосновался, полностью уже забился какими-то своими серверами. Если какие-то новые сервера и становятся популярны, то вследствие огромнейшей, жирнющей рекламной кампании и вот всего-всего прочего. Но на данный момент абсолютно все ютуберы, которые вы бы не хотели заказать к себе на сервер, они все в той или иной степени будут заняты каким-то определенным проектом. И как лично мне кажется, сейчас в 2020 году лезть в какой-то ролеплей-жанр, будучи основателем какого-либо сервера, это неправильно, как лично мне кажется. Но я испытываю большое уважение к людям, которые вот пытаются зайти в какой-то немного другой жанр, но в том же самом GTA Sampi. Допустим, RPG, ну или там DM. И вот сегодня мы как раз-таки поговорим про такой сервер, который не метит в RPM, также не метит в DM, но при этом он метит в RPG. Вообще, RPG-жанр, RPG-сервера, о них кто-то вообще что-то слышал за последнее время. Лично я, нет, возможно, потому что я не особо слежу за вот этой вот всей темой, хотя я каждый день в 20.00 озвучиваю новости из мира GTA Sampi, и вот как-то я вот в последнее время вообще не видел никаких серверов вот именно RPG. Все время все говорят про RP. Возможно, опять же, это на фоне тех событий, которые происходят, и про что-то другое у них просто не хватает какого-то времени и всего прочего говорить, но давайте сегодня мы поговорим немного не об этом. Сегодня я бы хотел вам рассказать о проекте под названием My Game Project, который позиционирует себя как RPG-проект с элементами такого, знаете ли... Ну вот мне показалось, что в каких-то моментах там все-таки присутствует что-то от RP-серверов. Возможно, потому что я не особо много играл на RPG-проектах, и это мой, ну, наверное, первый какой-то опыт игры на данном проекте, поэтому давайте немного окунемся во все это. После регистрации вы спавнитесь на отеле, где также вместе с вами спавнятся все новые игроки. На спавне сразу же они могут взять велик или мопед на прокат. Цена всего этого составляет всего каких-то 1 доллар за абсолютно любой вид транспорта, при том, что если вы, допустим, арендовали велик, а потом арендовали мопед, то велик, который вы арендовали раньше, он пропадет. Также возле отеля стоит бот, который объясняет основные вопросы, которые могут возникнуть у новичка в ходе знакомства с данным сервером. Там же стоит бот, но уже с квестами для новичков, который поможет им освоиться на данном проекте. Если вдруг, мало ли, бот, который отвечает на вопросы, не смог ответить на все их вопросы достаточно основательно и четко, и игроки до сих пор не понимают, куда им нужно идти. Недалеко от отеля находится автосалон, который как впечатляет своим экстерьером, так и впечатляет своим внутренним интерьером. Там можно купить транспорт абсолютно любого класса и качества. Насколько я заметил, самый минимальный транспорт стоит 30 тысяч вирт, поэтому я думаю, что накопить на него будет не так уж и сложно для большинства игроков. Мэри. Она находится на привычном всем месте, как, допустим, вы могли видеть все это на РП серверах и вот на всех прочих серверах, на которые вы только могли зайти. Внешне Мэри выглядит неплохо, даже, знаете, так величественно, но вот если зайти внутрь, то все впечатление абсолютно точно портится ванильным интерьером, который был уже на десятках миллионов проектов. Однако, не стоит забывать, что он был на РП проектах, а это у нас, как вы можете понять, РПГ. Поэтому, возможно, простительно, возможно, нет. Можете написать обо всем этом в комментариях. Ну, а если, скажем, вам, допустим, неинтересны все вот эти вот, знаете ли, работы и все прочее, или вы уже заработали достаточно денег, что вам хочется просто развлечься, то для вас всегда работает казино. К сожалению, когда я туда приходил, оно не особо работало, но в скором времени, уже после открытия или на открытии, я уверен, что оно будет работать. На первом этаже присутствуют игровые автоматы, а на втором присутствуют кости, а также Blackjack. Лично я бы тут свое предпочтение отдал Blackjack, ну или костям, потому что вот эти игровые автоматы, ну они меня не очень впечатляют. Хотел бы обратить ваше внимание на фракцию CNN. Не просто на фракцию, а на интерьер, который идет вместе со всей этой фракцией, потому что он выполнен прямо шикарно. Вот что-что, а интерьер этот они сделали, ну вот, максимально хорошо и максимально круто. Там же есть такой, знаете ли, большой зал, так сказать, для, видимо, каких-то прямых эфиров, прямых трансляций. Возможно, там можно, я не знаю, постримить на Twitch, на еще что-то, обсудить какие-то важные новости. А также там, недалеко от всего этого, есть комната просто с эфирами, так сказать, в текстовом чате и во всем прочем. Оттуда вот из той комнатки можно входить в такие, знаете ли, текстовые, обычненькие эфиры, в которых можно будет просто у какого-нибудь, там, я не знаю, игрока с сервера, допустим, популярного, взять интервью. Но что меня поразило еще больше, так это хитманы. Такая, знаете ли, фракция, которая была уже на многих проектах, но вот то, что есть тут, меня прямо вот, знаете ли, поразило. Во-первых, она находится так, знаете, скрытно, то есть, если бы я там, не знаю, зашел на сервер первый раз, я бы вообще не понял, что там есть какая-то фракция. Во-первых, они находятся в каком-то, я не знаю, подземелье, в который ты входишь при помощи вот этого самого люка. Там, если ты, допустим, хитман, ты переодеваешься, и после всего этого у тебя еще есть выбор, куда ты можешь телепортироваться, допустим. Ну вот, то есть, нужно тебе там убить человека на зоне 51, ты телепортируешься на зону 51, из гаража берешь, допустим, машину Султан, и едешь на зону 51 убивать какого-нибудь генерала, майора, прапорщика и всех остальных людей. На четвертом уровне вас будет сопровождать работа пожарного, с которой я и решила ознакомиться, которую вы сейчас можете видеть на своем экране. В общем-то, суть работы проста. Ты просто приходишь, переодеваешься в служебную работу, садишься в машину, едешь к какому-то определенному дому, и там весь этот, знаете ли, пожар ты тушишь, получая свои деньги. Стоит также отметить, что когда ты начинаешь работу пожарного, там появляются еще такие, знаете ли, белые доллары, там где-то слева внизу, и вот там вот будет отмечаться твой основной заработок со всего вот этого. Также стоит отметить, что недалеко от ЛСПД есть варзона. Ты просто туда заходишь и можешь как бы немножечко, так, знаете, потренировать свой скилл стрельбы, там постреляться своим другом с какими-то прочими людьми, либо же, знаете ли, так поспорить со своим другом на деньги и сделать такую отдельную комнату, где, допустим, там, я не знаю, ставка тысяча вертов, и кто выигрывает в поединке, тот их и забирает. Теперь же акции, на которые ты заходишь, и там просто интерьер такой космический, что ты вот офигеваешь, что это серьезно сделано в САМПе, вот это же РПГ-проект, ну если вы запарились над вот этим вот интерьером, какие-то цифры бегут туда-сюда, ну вот одно меня расстроило, непонятно почему, акции можно покупать только с 6 до 7, видимо, чтобы не обваливать фондовый рынок. Ну и напоследок, хотелось бы вам рассказать про Мафия Таун. Это небольшая зона, которую необходимо захватывать во время мафиозных войн. В течение 45 минут он должен защищать человека, находящегося в центре здания. Каждые 10 секунд пребывания на точке дает 10 очков, но если захватчик погибает, то теряет половину от накопленных поинтов и отдает их той мафии, которая его убила. Также 1 очко дается за убийство в зоне захвата. Ну и в общем-то есть еще пара косметических таких, знаете, нововведений, обновлений и всего прочего, но я думаю, что лучше все это оценить самому в полной мере, и чтобы все у вас было прямо замечательно. Поэтому IP-адрес данного проекта я оставляю в описании данного видеоролика. Если мой обзор вас заинтересовал, то вы можете перейти туда и ознакомиться со всей этой информацией именно там. Ну а всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока!